Всем привет! С вами канал Артмани. И сегодня у нас видео обзор вот таких вот карточек. Карточки довольно большие. Посмотрите, какие они классные. Здесь они четкие, все нарисовано четко. И сейчас мы с вами посмотрим, что же у них находится внутри. Обзор будет сразу на две пачки карточек. И также я хочу показать. Я до этого уже покупала карточки, но они очень маленькие. То есть вот они. Очень маленькие. И, соответственно, здесь, конечно, много животных или ягод, которых ваш ребенок не увидит в жизни. Ну, может быть, увидите, если поедет куда-то в другой город, я не знаю, или в другую страну даже, скорее всего. Тогда, может быть. То есть, в принципе, покупать такие не надо. Лучше пойти в магазин, читай город. Это я купила читай городе и там купить. Так, давайте начнем с этих. Здесь 167 рублей она стоит. Так. Здесь что-то написано. Может быть, кому-нибудь понадобится. Также здесь написано, какие животные есть. И давайте с нее начнем. То есть, вот они обе. Они толстые довольно. Много их. Здесь тоже, кстати, написано. Ну, ладно, потом. Собака, кошка, лошадь, баранов, козы... Ой. Там корова. Вот есть. Кстати, вот в всех карточках нету коровы. Я думаю, как же так? Корова, свинья нету. Петух там, ну, вот на первой карточке нарисован. То есть, самых таких вот домашних животных и половины нету. Вот она, собака. А, здесь даже по номерам. Даже еще и циферки можно. Собака. Здесь даже с другой стороны написано что-то про собаку. Ответы на вопросы. Видимо, прочел. Потом читаешь вопрос. И то, что прочел, запоминаешь. И пытаешься ответить. Это интересно. Это супер. За какие-то там... Сколько? 167 рублей. То есть, это очень дешево. Можно вот такие вот карточки купить. Кошка. Кошка какая красивая. Посмотрите. Носик у нее какой красивый. Какая мордашечка. И она не просто покрашена там, да, вот как красками. А вот прям каждая-каждая ворсиночка. Здесь все вокруг тоже четкое. Кошка. Даже написано. То есть, вы можете вместе с ребенком читать. Сначала читаете кошка. Потом кошка. Он за вами повторяет. У меня ребенку два с половиной. Он уже все за мной повторяет. Потом он пальчиком проводит. То есть, по каждой буковке. К, О, Ш, К, А. Какие он буквы знает. Допустим, букву А. Пускай он ее найдет. То есть, и тут можно найти, и тут найти. В принципе, у меня ребенок уже знает весь алфавит. Но мы вот по отдельности учим буквы. Здесь также все написано про кошку. Так, лошадь. Какая красивая лошадь. Четко нарисованная. Все. Тут про лошадь написано. Здесь буквы довольно, кстати, крупные, четкие. Вопрос тут про лошадь. Да, сразу как она выглядит, чтобы ребенку не переворачивать. Вот так каждый раз. Баран. Какой баран красивый. Представляете, баран прям на целую карточку. То есть, не какой-то там маленький сбоку. А на целую карточку. Барана можно разглядеть его. Рога, мордочку. Прочесть также. Здесь про него почитать. Да, тут написано, что у барана большие рога. Лайон, какой баран написано? Овца. Со своим ребеночком. Да, какая тут овца. Вот корова, пожалуйста. То есть, в тех карточках не было коровы. И я думала, где мне найти корову, чтобы показать ребенку. Вот она, пожалуйста. Корова. Написано корова. Какая она корова. Чтобы ребенок у вас ее рассмотрел. То есть, она здесь практически как живая, как настоящая. Потому что бывают некоторые картинки такие, что ребенок долго думает, что же это за животное. То есть, в природе таких не существует. Какие-то они слишком тонкие. Вот как тут их рисуют. Коза. Ну, коза. Что-то коза какая-то эта. Шея у нее прям не очень похожа, кстати, коза. Какая-то она другая. Шея у нее более длинная. Так, здесь у нас свинья. Пятнышко. Осел. Все-таки надо было, наверное, делать не бегущего осла, а который просто стоит. А то ребенок так и будет думать, что он какой-то необычный. Там свинья еще как-то у нее ноги тут нормальные, а у осла бежит. Так, а что-то мы там не посмотрели-то сзади. Так, про козу. Про свинью. Есть у нас осел. Тоже написано. Петух. Какой красивый. Посмотрите. Тут даже разноцветный. Даже у него тут разноцветный. Ноги такие. Написано. Все четко. Петух прям классно. Здесь про него что-то написано. Курица. Какая курица прям настоящая. Тоже про нее написано. Гусь. Гусь. Гуся. Утка. Весьма написано про утку. Индюк. Ну, индюка, в принципе, редко. Я думаю, можно где-то встретить. Не во всех странных городах. Но, в принципе, чтоб он знал. Кролик. Кролики какие. Здесь тоже написано про кролика. Хомяк. Какой хомяк красивый. Морская свинка. О, какая. Ну, да. Морская свинка, в принципе, кстати, тоже надо. Чтобы ребенок знал. Что есть еще морские свинки, домашние животные уже у нас, да? Попугай. Какой красивый попугай. Тоже такой четкий. Яркий такой. Так. Аквариумные рыбки. Объяснить ребенку то, что бывают не только рыбы, которые живут там на речке или в море где-то еще. А есть еще дома можно держать аквариум. И там заводить рыбок. Что там другие рыбки. Вот. И здесь перечислено. То есть, в принципе, она пустая. Здесь тоже можно играть. С ребенком, допустим, найди мне барана. Он ищет баран там под номером 4. Он эту цифру 4 там и ищет. То есть, ну, довольно тоже интересно. Да, вот она, кстати, плотная. Их действительно много. Тут 19 карточек. Даже вот вместе с этой, наверное, 20. Они довольно, кстати, плотного материала. Картон сделан. Такие красивые, удобные. Так. И у нас с вами вот такие еще карточки. Здесь тоже написано. Животные и птицы. Здесь еще и птицы тоже написано, какие есть. Но уже не по номерам. За 158 рублей я купила. Ну, тоже согласитесь, 158 рублей это, в принципе, вообще ни о чем. Это дешево. Например, там, как другие карточки, они стоят очень дорого. 200 рублей, 250 рублей. И то, там, вот я видела, где-то вот такие вот маленькие карточки. То есть, ну, не очень удобно. Здесь вот большие, хорошие такие. Так, у нас здесь лиса. Здесь ничего нету, жалко. Не написано. Снегирь. Кстати, оказывается, многие люди даже ни разу не видели снегиря. И даже не знают, как он выглядит. То вот. Сегодня с утра я как раз думала про снегиря. Думаю, где бы его взять. Чтобы ребенок хотя бы знал, видел. Синица. Вот, как она выглядит, как она близко. Какая-нибудь тут желтенькая. Можно даже пальцем ему все показать, чем, допустим, на тех картинках. Ёж. Близко, большой. Воробей близко. Рассмотреть его. Дятел. Енот какой красивый. Прям волосок волосков. Вон, посмотрите. Мордашечка у него какая. Хилин. Ворона. Ворон какая красивая. Так, здесь у нас медведь. Попугай. Белка. Кукушка. Кукушка. Мы всегда слышим ее. А вот как она выглядит, мне кажется, не каждый знает. Можно посмотреть. Давайте посмотрим, как она выглядит. Ну, ее обычно не видно. Мы обычно ее в лесу, где-то там вдалеке слышим. Как правило, там еще говорим. Кукушка, кукушка, сколько нам жить осталось. И начинаем считать. Один, два, три. Я помню, так в детстве до девяти досчитала. Но уже, конечно, больше времени прошло. Заяц. Какой заяц? У него прям такие уши. Здесь торчат не так, как так. Как-то прям так интересно. Цветочки, травка. Тут ромашка. Все это объяснять ребенку можно. Утка. Ласточка. Какая ласточка красивая. Тут даже радуга. Лебедь. Волк. Волк какой красивый. Вот так. А тут дорогие и взрослые. Да, здесь тоже что-то написано. Какие-то есть стишки даже. Что-то тут немножко написано. Тут даже как заниматься с ребенком. Сначала рассмотреть картинки. Потом спросить, где живет. То есть вот тоже волк где живет. В лесу живет. То есть не зря все это там написано. Не просто волк висит в воздухе. Ну и тут написано, какие есть. И маленькие картиночки. То есть вот такие вот у нас с вами. Сейчас мы с вами вот так вот сделаем. Вот у нас там с вами волк. Да. Ну и вот тут вот тоже всякие заяцы. Да, как раз прям вышла картинка две. Волк и заяц. Картинка действительно вот они большие. То есть у меня вся рука почти помещается. Можно даже вот взять. Но она реально большая. Сантиметр, мне кажется, 15 на 15 как минимум точно есть. Такой у нас с вами был обзор интересный. Обзор карточек. Обязательно смотрите полностью. Смотрите также другие ролики. Там обзор у меня еще других карточек. Я купила несколько пачек на 1000 рублей. Так же спасибо всем за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Так же смотрите другие ролики. Мои влоги, как мы с сыночком живем. Моему сыночку два с половиной. Путешествия. Обзор техники. Там много-много всего интересного на моем канале. Обязательно смотрите. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMoney.